Жиротноводы приорали, говорят о необходимости поддержки каракулеводства. В конце прошлого столетия численность овец этой ценной породы в Казахстане составляла свыше 6 миллионов. Сегодня каракулевые овцы остались только в Казалардинской области и их поголовье сократилось на 70%. Благодаря господдержке хозяйством региона смушковую породу сохранить удалось, но пока породистые овцы дохода хозяйством не приносят. Почему, выясняла наш корреспондент Райханда Жибаева. Первые каракулеводческие совхозы появились в области в начале 70-х годов. Казалардинский каракул и каракульча уходила с пушных аукционов по самой высокой цене. При всей своей тонкости и лёгкости изделия из них не знали износа и согревали в самые лютые морозы. Сегодня это уже история. Численность каракулевых овец в Казахстане сократилась на 70% и лишь благодаря господдержке ценную смушковую породу удалось сохранить приорали. Сегодня у нас в районе есть пять племенных хозяйств и только два из них занимаются разведением овец каракулевой породы. Мы пытаемся сохранить её и увеличить поголовье. Фермеры получают государственные субсидии на корма и содержание овец. Однако проблем в этой отрасли ещё достаточно. Одна из них – отсутствие специальных центров по приёму и переработке смушек. Об этих проблемах животновод Буребаи Бишев знает не понаслышке. В былые времена на этом отгоне у подножия каратал послось 40 тысяч каракулевых овец. Сейчас чуть больше 4 тысяч. Половина из них принадлежит фермеру. Поголовье растёт, но спрос имеет только откормленный скот, сетует фермер. На шкуру, шерсти с мушки покупателей нет. У нас в регионе каракуль сдавать некуда. Нет специальных пунктов приёма. Поэтому цены диктуют перекупщики. Приезжают из Шымкента. К примеру, за каракуль предлагают максимум 600 тенге. А шерсть так вообще отдаём за бесценок или вовсе выкидываем. Чтобы развивать отрасль, сейчас необходимо решить проблему сбыта. Местный каракуль вызывает интерес у иностранных предпринимателей. Сегодня в меховой индустрии большим спросом пользуется голубая смушка. Получить каракуль такого окраса, говорят фермеры, реально. Нужна лишь поддержка государства и желание возродить былую славу отечественного каракулеводства. Райхан Ташбаева, Альхайдар Турлыханов, Казардинская область.